Сейчас нужно потратить несколько минут, для того, чтобы все узнали следующее очень важное понятие. Что такое инъюнктивная нормальная форма? Многочлены жигалки. На самом деле настолько простое понятие, что иногда слово жигалки мне не говорят, просто многочлены. И то, и то абсолютно простая, абсолютно естественная штука. Смотрите, возьмем какую-нибудь функцию от трех перемен. Представьте себе, что у нас есть переменная x, y, z. И сейчас я совершенно что-нибудь произвольно пишу. Итак, бывают три нулика, бывают 0,1, 0,1, 0,1, 1, 0,1, 1, 0,0. В общем, все, понятно, все варианты я могу написать. И сейчас я напишу здесь значение. Ну, что-нибудь такое. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Вот, например, так. Это функция от x, y, z. Так вот, ребят, я сейчас сделаю сразу два варианта. И дезинфинтивно-нормальная форма, обычно, что это такое, и многочлены жигалки. Сразу для этой функции вывешу. Смотрите, дезинфинтивно-нормальная форма, это вот что такое. Единица принимается в одном из, раз, два, три, четыре, в одном из шести случаев. Значит, мы пишем, что единица принимается в случае, когда или они все равны нулю. Вот это один вариант, это верхняя единичка. Или, когда x и y, так, здесь надо было только написать, обязательно или, да? Или, когда x равно нулю, y равно, чему там, y равно нулю? y равно единице, то есть надо y не надо ставить. z тоже равно нулю. Или, следующий вариант, когда x равен нулю, y единице, z единице. Или, следующий вариант, когда x, не знаю, нормально, все это понятно, правда? Когда x равен единице, y это ноль, а z это уже ноль. Вот это называется дезюнктивная нормальная форма. Абсолютно очевидная штука. Выписывается прямо по функции, знает значение. Как только где-то единичка есть значение, то ей соответствует такая вот кондитута. Вот этих вот скобок столько же, сколько единиц принимает функция. На самом деле есть еще другой вид нормальной формы. Когда мы наоборот пишем здесь не и, а и, я его сейчас не хочу объяснять, потому что на самом деле не в этом суть. А мне сейчас интереснее понять, что такое многочлены жигалки. Ребята, вообще-то функции очень легко выразить через реческое действие. И это просто-напросто умножение. Согласны? Проблем никаких. А вот интересный вопрос. Как выражать отрицание? Очень просто. 1 плюс а. А как выражать конъюнкцию? Нет, конъюнкциозно. Дезюнкцию. Как выражать вот это? Нет, не совсем. Подумайте. Как через а и б выражать? На самом деле ответ вот такой. Во-первых, надо сложить а и б. Но это ответ неправильный. Потому что то, что мы получили, называется разделяющая. А нам нужно разделяющая имя. А нам нужно неразделяющая имя. То есть на самом деле надо вот еще что. Надо еще прибавить АВ. Смотрите, какая история. Если 0, 0, то будет 0, плюс 0, плюс 0. Отлично, 0. Если 0, 1. 0, плюс 1, плюс 0. Если 1, 0. 1, плюс 0, плюс 0. Если все единицы. 1, плюс 1, плюс 1. Тройка это единицы. Господа, поскольку у меня и конъюнкция, и дизюнкция может быть выражена, и помощи знаков умножить, и плюс, то все, что через них может быть выражено, а любая функция, как видите, может быть выражена через такую нормальную формулу, может быть представлено в виде многочленов. Для того, чтобы вам это стало совсем понятно, давайте мы все-таки хотя бы некоторые из этих 16 функций запишем в виде многочленов. Я вот уже написал здесь. А умножить на B. Это где у меня было? Это вот здесь, да? Так, предложение простое. Я буду для многочленов писателей штуки. Таким образом. Я сначала вывешу вообще все многочлены, какие бывают. Все многочлены, которые вообще на свете существуют от двух букв А и В. Их, между прочим, не так много. И после этого вы посмотрите, распишите их, я, наверное, даже делать не буду, по вот этим вот по 16 функциям. Итак, какие же бывают кругачилы? Ну, бывают константы, естественно, 0 и 1. Бывает А и А плюс 1. Бывает А плюс Б и А плюс Б плюс 1. Бывает Б и Б плюс 1. Заметьте, я уже выписал довольно много. Я выписал уже 8 функций. А еще бывает А, Б. А, Б плюс 1. Дальше А плюс А, Б. Дальше А плюс 1 плюс А, Б. Дальше А плюс Б плюс А, Б. Я без хитрости прибавляю в каждой из этих функций просто-напросто А, Б. А плюс Б плюс 1 плюс А, Б. И, наконец, здесь Б плюс А, Б. И Б плюс 1 плюс А, Б. Господа, это действительно 16 разных функций. И легко увидеть, что они взаимно-однозначно соответствуют вот этим. Почему все эти функции разные? Или вы уже поняли, почему они разные? Это совсем не сложно. Во-первых, вы уже заметили, что здесь нигде не бывает А квадрат или нигде не бывает Б квадрат. Это просто потому, что 0 умножить на 0 это 0, и 1 умножить на 1 это тоже 1. То есть писать буквы более чем в первой степени невозможно. Поэтому, когда вы выписываете любой такой штук, то у вас, смотрите, что бывает. У вас бывает единица А, Б и А, Б. Всего 4 варианта. Если бы у вас было 3, то, соответственно, у вас остались бы они, единица А, Б и А, Б. И еще добавились бы С, С, А, С, Б и А, Б, С. То есть было бы, соответственно, буквы. То есть количество таких вот одночленов, оно в точности такое же, как нам нужно. Что значит, как нам нужно? Когда у нас от двух переменных функций, то строчек у нас 4. И соответственно, функции 2 в четвертой степени. И вариантов для одночленов у нас тоже 4. То есть 1, А, Б и А. Когда функция трех переменных, то одночлены бывают 8 видов. Я уже перечислил все, да? 1, А, одночленов будет ровно столько, сколько надо. Поэтому вариантов для этих самых строчек будет столько же. Интересный вопрос. А почему соответствие взаимнооднозначное? А вот почему. Потому что любую функцию можно представить в виде одночленов. А это я вам объяснял. Помните? Берем дезинвентивную нормальную форму. И говорим, что значок или мы умеем представлять в виде многочленов. А отрицание это просто 1 прибавить. И это умножить. А раз и это представимо в виде операции за многочленами. И это представимо, и это представимо. То все это можно записать в виде многочленов. Значит, каждая функция трех переменных. Ну вообще-то любую функцию. Может быть записано в виде этого самого многочленов Жигалкина. А поскольку количество многочленов Жигалкина в точности равно количеству функций, поскольку количество многочленов в точности равно количеству функций, то значит соответствие взаимнооднозначное. Отлично. Отлично. Отлично.